Здравствуйте дорогие друзья автомобилисты, многие мне задают вопросы в комментариях о том, как правильно хранить колеса. Да, о шинах я уже делал, если там снятые покрышки, я уже делал неоднократно видеоролики, как их правильно хранить. Но многие мне начали писать, а если на дисках, допустим, да, вот вы сняли колеса прямо на дисках и другие поставили. Многие так хранят свои колеса, целиком, в сборе. Так вот, как правильно хранить, что нужно сделать, для того, чтобы как бы не было никаких последствий. Друзья мои, особых требований к этому нет, но есть определенная рекомендация. Конечно, если вы обратитесь к тем, кто, допустим, продает шины или там к шиномонтажникам, они вам столько много всего интересного расскажут, что вы сами будете в шоке от всего услышанного. Друзья мои, но по опыту, а у меня опыт в этом большой, я межсезонно часто хранил и на дисках, и снятые, то есть у меня автомобилей много было, и поэтому я знаю, как правильно хранить, и чтобы с ними ничего не было. Друзья мои, я рекомендую просто, конечно, снизить немножко давление. Сделать, допустим, давление вместо двойки полторы атмосферы. Как бы это особой роли не играет, можно и на двойке оставить, но если вы сделаете полторы атмосферы, я думаю, для вас это особой трудности не предоставит. То есть делаем давление чуть ниже. Первое, конечно же. Второе, обязательно вымыть нужно. Вымыть колеса на хранение. Колеса должны быть чистые, в том числе и диски, потому что если у вас реагенты дорожные какие-то, что-то еще останется на ваших дисках, то они потом со временем за этот сезон у вас могут немножко, допустим, подпортиться, подпортить диски ваши. Для того, чтобы этого не произошло, мы вымываем колеса целиком. Вымыли колеса, колеса чистые, сухие, у нас готовые к хранению. Теперь мы берем силикон, ну или вазелин технически, можете и то, или другое, но я думаю, сейчас силикон более доступный. Мне кажется, вазелин тяжелее найти технический. Но если вы найдете вазелин технический, им тоже идеально можно намазывать прямо колесо и все отлично хранится. Если нет, берем силикон. Силикон есть в аэрозоле, можно, конечно, свободно взять, им удобнее пользоваться. Наносим силикон на шину нашу, на резину и, соответственно, обязательно наносим на сам диск. Это немаловажно, на диск, потому что диск, чтобы не окислился за время хранения. Наносим тонкий слой силикона и, друзья, мы пакуем наши колеса в пакеты. Есть, конечно, специальные пакеты для хранения колес. Если у вас есть такие пакеты, то пакуйте в них. Если у вас нет, купите мусорные пакеты, большие, чтобы колесо в них вошло. Засовывайте вы колеса непосредственно в ваши пакеты и раскладывайте эти колеса как хотите. Хотите вертикально, хотите горизонтально. Ложите, ставьте. Как хотите, так их и раскладывайте. Ничего с ними не произойдет. Не думайте, что они могут деформироваться за сезон, друзья мои. Как угодно. У меня было, что и стояли, и лежали. Только единственное, когда будете складывать, складывайте так, чтобы не поцарапались диски друг об друга. И опол непосредственно, где лежат ваши колеса. Если вы собираетесь горизонтально ложить. То есть, вот это предусматривайте, чтобы они там не шорхались, где-то там кто-то не повредил ваши диски. Вот. Если у вас все, оно не касается друг друга или касается, допустим, там, может вы картонки между собой проложите. Бывает и такое, это удобно, и так делал. Просто картонки между колес и складываешь их штабелем. Никаких проблем. Хранятся они сезон. Никакой деформации, ничего не происходит. Единственное, что потом вы, когда вытянете, когда сезон подойдет для этих колес, вы их, конечно, с пакетов достанете. Соответственно, поставите на свой автомобиль и накачаете до нужного давления. Вот и все. И никаких сложностей с хранением колес больше нет. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok